Взгляд разведения войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон. Л. Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон. 14 октября 2019 года, 20.45 фото. Сэр Хи Айхюрек слэш Юкринформ слэш Зюма Вай слэш ТАСС. Главное не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новую территорию украинским солдатам. 14 октября вновь не состоялось разведение войск между Украиной и ЛДНР. Украинская сторона мотивировала это тем, что республики якобы нарушили режим тишины. Это далеко не первая попытка разведения сил на линии разграничения, которая срывается. Собственно, попытки отвезти войска продолжаются с 2015 года. Украинские силовики упорно не хотят идти на уступки. В ДНР и ЛНР уже несколько раз отступали в одностороннем порядке. Ничем хорошим это не закончилось. Давайте расскажу. Широкина, Ань, ты скажи врут? Не может быть, чтобы наши из Широкина уходили, просят меня бледный артиллерист. Он уже несколько месяцев лежит на больничной койке. Он был ранен, когда войска ДНР заходили в пресловутые Широкина. Он получил ранение зимой, а сейчас июль 2015 года. ДНР приняла беспрецедентное решение демилитаризировать зону Широкина в одностороннем порядке. Призываем Киев, лично украинского президента, последовать примеру руководства ДНР и немедленно отдать указание о полной демилитаризации прекращения обстрелов Широкина и других населенных пунктов Донбасса. Вся ответственность за срыв режима прекращения огня в районе Широкина и на других направлениях по линии соприкосновения теперь лежит исключительно на украинской стороне, заявил официальный Донецк. Киев его, конечно же, услышал. Услышал. Украинские войска зашли в демилитаризованное Широкина почти сразу. Вскоре оно стало опорным пунктом в СУ. Луганске тогда тоже отвели войска в одностороннем порядке. Это понравилось не всем. Медик казачьего батальона Ермак вскоре позвонил мне. Представляешь, мы железнодорожную станцию взяли. Казацкая вольница, она такая казацкая. Несколько Ермаков ушли в самоволку так удачно, что заняли железнодорожную станцию Марьевка, потеряв, правда, двоих человек. Радовались, ликовали. Вскоре позвонило высокое командование и приказало отойти на исходные позиции. Дескать, Марьевка в серой зоне, а отличившихся казаков вместе наград может ждать на гоняй. Смерть двоих парней оказалась напрасной. Сейчас, в 2019 году, Марьевка, конечно, не в серой зоне. Ее давно заняли в СУ. Дебальцево. Высоты «Звезда» и «Крест» возле Дебальцево находились в серой зоне. К концу 2016 года началось ползучее наступление. Вооруженные силы Украины начали занимать серую зону. Началось все с флагов над поселками, которые стояли поближе к ним. Ключевые высоты отдавать не захотели. Ехала я туда по морозу, на перекладных транспорт туда ходил с перебоями, таксистов, таких отчаянных, чтобы направляться в зону боевых действий, не было. Встретили меня хмурые луганские ребята, передавали из рук в руки. Потом кто-то сказал, да пусть смотрит, пусть пишет. Отвели в морг. В морге лежали трупы украинских солдат с закоченевшей на лицах кровью. Это еще не все. Там, на минном поле, осталось человек двадцать, сказал мне офицер, не помню, как звали, кажется, Дима. Будем завтра созваниваться, чтобы их забрали, чего им там лежать. Меня заверили, что вершины контролируются луганской артиллерией, самой лучшей в мире, мол, и мышь не проскочит. Потом звезда и крест еще несколько раз переходили из рук в руки. Каждый раз гибли люди. Жилобок. Шел 2017 год, ползучее наступление продолжалось. Пока Луганский и Донецк отводили войска в одностороннем порядке, что-то демонстрируя то ли европейским наблюдателям, то ли господу богу, в Киеве не стеснялись признавать, что занятие демилитаризованных зон идет полным ходом. В демилитаризованной зоне находился и поселок Жилобок Луганской области. К лету 2017 года там жила только пара пенсионеров. Этот поселок разделял две армии, и все, что не долетало до противника, падало прямо туда. Украинское командование решило взять поселок одним быстрым и решительным штурмом. Пять часов утра, попытка в Су выдвинуться на Жилобок, удалось занять несколько домов. Рассчитывали на вечную нехватку людей на линии фронта. Однако там совершенно случайно, помимо бойцов-призрака, который сейчас является 14-м батальоном территориальной обороны ЛНР, оказалось несколько подразделений 4-й бригады. И сработала артиллерия. К концу дня украинцам пришлось запросить перемирия, чтобы вытащить тело своих погибших. Два человека погибло и в луганской пехоте. Перевес сил там, конечно, был явно не в пользу луганчан. Я спросила, как удалось удержать этот Жилобок. Если бы его заняли, это был бы идеальный опорный пункт для атаки на соседнее село и город Кировск. Мне сказали так, запланированный героизм. Запланированный героизм – это режим жизни луганских и донецких военных, которые встали на последнем рубеже, на отведенных им позициях, при том, что серая зона практически полностью занята украинскими военными. Сейчас, в 2019 году, Жилобок пока что сохраняет статус демилитаризированной территории, потому что очень много людей воюют и гибнет, чтобы защитить его. В прочих местах на северо-востоке ЛНР серой зоны практически нет. Самое небольшое расстояние между луганскими и украинскими позициями составляет 80 метров. Вот примерно там сейчас хотят развести войска, это тот пункт, который золотое. Бойцы Азова взялись за оружие и встали грудью, мол, если все уйдут из этого района, тут останемся мы. Воины света. Воины света. С Азовцами не сталкивалось, сталкивалось с последствиями пребывания айдаровцев. Это была только что освобожденная новосвет ловко Луганской области. В 2014 году Луганск взяли в кольцо, в новосвет ловке как раз стоял бот Альон Айдар. Про кого рассказать? Про двух парней, которых заставили рыть окопы. Один возмутился, получил автоматную очередь в голову. До свидания, парень, ты был недостаточным патриотом. Офа. Про людей, которых согнали в заминированную церковь. У бледной седой женщины, Ирины Сергеевны, которая мне это рассказывала, в заминированной церкви сидел парень, один из полусотни жителей села, которых собрали там в качестве заложников. У Татьяны Чернец убили мужа, вышел из дома в день независимости Украины и получил шальную пулю. Юрия Овчинникова избили, привязали к дереву, оставили там. Когда начался обстрел, его айдаровцы сочли корректировщиком и решили, что будет смешно посмотреть, переживет он обстрел или нет. Юрий пережил. Его там так под деревом и бросили, отвязали уже луганские ополченцы, когда зашли в Новосветловку. Раиса Яковлевна Лехиченко, сейчас ей 75, ее тоже избили. Избили так, что она потеряла зрение, до сих пор живет в мире призраков. У нее во дворе друзья оставили автомобиль, а аккумулятор забрали. Двое воинов света решили во что бы то ни стало добыть аккумулятор и избили бабушку-художницу, чтобы та сказала, где он. Ну, вот такие дела. Копают. В этом году худо-бедно получилось развести войска возле станицы Луганской. Сейчас речь о том, чтобы продолжить, развести войска возле Золотого и Петровского. Мои друзья воюют в нескольких километрах от Золотого. Спрашиваю, что делают? Копают. Отвечают. Копать окопы это важно. В условиях позиционной затяжной войны окопы первое дело, спасение и укрытие. Вот и украинская сторона не хочет терять свои окопы. Я глубоко уверен, что сейчас разведение по всей линии соприкосновения это страшная ошибка. У нас позиции все обустроены, мы входим в зиму. Проведенные фортификационные сооружения, которые мы строили, бросить это все и выйти в чистое поле смертельно опасно, написал в Твиттере экс-президент Петр Порошенко. Его мнения явно разделяют Белецкий со своим полком Азов, которые отряхнули пыль со шароваров и выехали в серую зону, обещая защищать ее, даже если войска все оттуда уйдут. В таких условиях главное не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новую территорию украинским солдатам. Да, впрочем, не похоже, чтобы и украинской стороне нужно было разведение войск. Режим тишины длиной в неделю утопия. Без обстрелов не проходит и дня. О каком режиме тишины может идти речь? Особенно когда разведение войск не нужно ни одной, ни другой стороне. Смотрите еще больше видео на YouTube канале Взгляд. Продолжение следует...